Мир вам, дорогая Церковь! Я очень благодарен всем, кто сегодня был на служении погребения, и дети благодарят всех, кто приняли участие в их переживаниях и скорбях. Пусть Господь благословит, чтобы мы всегда сопереживались с теми, кто нуждается в этой помощи, и не оставляли тех, которые ждут от нас этой поддержки. Пусть Господь благословит сегодня вечернее собрание. Наши братья из Западной Украины уже уехали. Мы помолимся, чтобы Бог хранил их в дороге, дорога дальняя, чтобы Божья милость была с ними и с нами. Помолимся. Господь, благодарим Тебя за то, что Ты дал нам сегодняшний вечер, и чтобы мы могли провести это время в общине с Тобой, слыша Слово Вечное и общаясь с Духом Святым. Благодарим Тебя за то, что можем слышать слова благодати и слова истины, слышать пение, радоваться тому, что мы с Тобою остаемся, и Твое присутствие для нас – радость и наслаждение. Благодарим Господь за то, что и народ Божий принял участие в переживаниях этой семьи Костенко. Благослови всех, кто в этом участвовал. Благодарим Тебя за братьев, которые приезжали из Западной Украины. Молим Тебя сейчас, чтобы Ты благословил их путь, чтобы он был безопасен, чтобы Ты дал бодрости за рулем, чтобы хранил от всяких несчастья на дороге, ДТП. Будь милостив, пребудь с нами в этот час. Благослови братьев, которые будут проповедовать Слово Истины. Благослови поющие сердца. Зажги наши сердца к молитве, чтобы мы могли достойно прославить Тебя в наших молитвах. Благослови наших детей. Молодежь благослови. Престарелых благослови. Каждого, кто пришел сегодня в Дом Божий, пусть Твоя Божья милость обнимет наши сердца. И в этом, чтобы имя Твое Божье было благословенно и прославлено. Аминь. Молодежь благослови. 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 Все тихий час, молитвы час, О, посети, Господь ты нас, сердца открой. И осмотри, их приготовь для истины. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Твоим детям. Мы так хотим, голос твой слыша, И по святым Твоим словам. Мы так хотим, голос твой слышать, И по святым Твоим словам. Мы так хотим, голос твой слышать, И по святым Твоим словам. И в молитве славясь пред тобою, Наши из нас повтори. Боже, чистое сердце, Твори во мне навсегда. В мире греховном мире Сохрани меня от греха. Сохрани меня от греха. Боже, что на святый солнце Боже, что на святый солнце Боже, что на святый солнце Слава Богу! 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 Они сделают успех, не так нечестивых, но они как прах, Восметаемый ветром, потому не устоят нечестивые На судья и грешники в собрании праведных, Ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет. Аминь. Семья Резниковых поучаствует. Стихотворение и пение. Приветствую все братья и сестры. Слава Богу, что имя Господа Иисуса Христа прославляется на всех языках, всеми народами, потому что Он достоин хвалы и поклонения. И мы желаем также прославить Господа песню, которая просит Господа о том, чтобы нам научиться достойно восхвалять Господа. Научи меня, Господи, быть в этом мире светом и солью, и всем людям стараться служить. Бескорыстно светлой любовью, научи меня, Боже, прощать. Как прощал ты врагов, умирая, и свой путь по земле завершать. С твердой верой в обители рая, научи меня, Господи, петь. Деньны радости и хваленья, чтоб могли они душу согреть. Не скорби печаль и волненья, научи меня, Боже, прощать. Как прощал ты врагов, умирая, и свой путь по земле завершать. С твердой верой в обители рая, научи никогда не роптать. Побеждать с тобой все тревоги и в законе Твоем открывать. Истин вечный твой уроки, научи меня, Боже, прощать. Как прощал ты врагов, умирая, и свой путь по земле завершать. С твердой верой в обители рая, научи. И то, что Господь допускает в нашей жизни различные переживания, это одна лишь цель. Не то, чтобы как-то нам докучить или насолить, а чтобы нас приготовить, быть пригодными для Его небесного Царства, для того, чтобы нам получить великую награду. Нелегок путь. Унылый человек печально ишел, понурив очи долу. Весь город жил, кипел, погружен в спех, а он едва ступал от дома к дому. И мысли все мрачнее над другой, из темных тайников души всплывали. Троллейбус просверкал ему дугой, из окон чьи-то руки помахали. Он дальше шел и думал об ином. Он верил в Бога и в любовь и в милость. Но вот беда пришла в счастливый дом. Незваной гостью в нем расположилась. К чему, Господь, что думаешь достичь вот этим страшным причинением боли? Чему меня ты хочешь научить? Тебе наскорь смотреть приятно, что ли? Он незаметно вышел на пустырь. Строители там церковь воздвигали. И он присел под пыльные кусты, чтоб хоть на миг забыть свои печали. Невдалеке рабочий молотком тесал и шлифовал какой-то камень. Прохожий этим зрелищем влеком побрел туда несмелыми шажками. Что мастеришь, рабочего спросил Из этой неприглядной серой глыбы? Рабочий с камня пыль рукой струсил И обнажил все грани и изгибы. Гляди, вон там под шпилем высоко Отверстие открытое зияет. А тут вот под зубилом, молотком Простая глыба контуры меняет. Своей рукой по мерке и на глаз Я камень здесь тешу, ваяю. К отверстию, что там вверху Как раз по форме и размеру пригоняю. И отошел прохожий не спеша, Просвет найдя во мраке дум печальных. Так вот, зачем болит моя душа. Благодарю, воятель безначальный. Слава Богу. Чудная милость Божья Большинь моих веков О, описать под душу И нахожу ее в зло Бог сокрушил огоны Вся в небосильный век Я счастлив благовать Христову Жизнь не знаю Как же местно благодать Христову Лучше океанам и морей Жившим в высоте И в небо дождь Останавливается Мою душу Жившим в земле В путей грехов И в небо дождь 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 Радостный свой народ, И твое благодать Христово, Пусть и твое. Там чудесно благодать Христово, Лучше океанов и морей, Выше морды сонят, Что заразит, восстанавливает Вся твое важную душу. Шире сельсовных путей и крови, И на росте сваряется, И крепких слов, и твое благодать Христово, Пусть и твое благодать Христово, Иисус за жизнь его. Шутная милость Божья Пусть и твое благодать Христово, Пусть и твое благодать Христово, Что заразит, восстанавливает Вся твое благодать Христово, Пусть и твое благодать Христово, Лучше океанов и морей, Вся твое благодать Христово, Господь, 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 Иисуса в честь вверху. Мы споем еще общим пением «Долго в сумраке скитался на путях греховных я». Мы споем еще общим пением «Долго в сумраке скитался на путях греховных я». Он меня с любовью принял и от всех грехов обрыл. «Долго в сумраке скитался на путях греховных ядов. Я люблю тебя давно, 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 давно. Я люблю тебя давно. О, как слава голос Божий, я люблю тебя давно. И девчонки нет ограды, и криками чуждых встал. О, как слава голос Божий. О, как слава голос Божий, я люблю тебя давно. О, как слава голос Божий, я люблю тебя давно. О, как слава голос Божий, я люблю тебя давно. О, как слава голос Божий, я люблю тебя давно. Я люблю тебя давно, 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 я люблю тебя давно. О, как слава голос Божий, я люблю тебя давно. Я также хочу вас приветствовать всех. Любовь Господа и Сьюса Христа. Недавно у нас отмечали праздник, праздник жатвы, собирания плодов, благодарения Господу. И во свете этого праздника, а также во свете последнего времени, как мы привыкли уже говорить, наверное, уже настолько привыкли к этим фразам о последнем времени, что, наверное, и не замечаем, и живем так, как обычно. Нашей жизнью, иногда, наверное, неполной жизнью христианской, привыкли к этому. И во свете этого праздника хотелось бы говорить то, что мне на сердце легло, о плодах. Тогда, когда мы вспоминали или отмечали этот праздник, благодарение Господу за урожай, за то, что было на земле, воспроизведено, также мы должны не забывать, наверное, благодарить Господа то, что производит в нас Господь, плоды. Какие плоды? Когда мы говорим о плодах Духа Святого, которые мы, если мы называемся детьми Его, христианами, то, во всяком случае, у нас должны стараться в том, чтобы у нас были эти плоды. За что? И благодарить Господа. Есть и в Луке, Евангелии Луки, Евангелии Матфея, Иисус Христос сравнивал людей или в целом народ израильский с деревом, которое не приносит плода. И он говорил, что дерево, которое не приносит плода, срубают и бросают в огонь, оно не нужно. Сравнил он дерево с народом израильским, когда шел, взалкал с учениками, увидел смоковницу, на которой не было плода, он ее проклял. И она тотчас засохла. Мы знаем, что это напоминает наутор израильский. Но в то же время, оно говорится и нам, христианам. Впоследствии, когда Иисус Христос давал свое учение и апостолы, в частности, большую работу провел апостол Павел, и также говорил много о плодах. О плодах уже Духа Святого, которые должны быть в нас. Также, когда мы говорим о плодах, я бы хотел сейчас прочитать и место, в общем, всем знакомое. И много раз я обращал на это внимание, но вот как-то немножечко, немножечко по-другому открылось мне. Галатам 5 глава, 16 стиха. «Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять в ожелении плоти. Ибо плоть желает противного духу, а дух – противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы. Если же вы духом водитесь, то вы не под законом. «Дела плоти известны. Они – суть прелюбодеяния, блуд, нечистота, непотребство, и делослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающий так Царствие Божие не наследует. «Плод же духа – любовь, радость, мир, долотерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона». Мы видим, что какие плоды производит в нас Дух Святой. И самое большее, что запало для меня и чем я хотел также поделиться, это то, что, как мы знаем, что плоды, которые в нас могут быть и есть, слава Богу, то это не наши плоды, а это плоды Духа Святого. И зачастую в нас в последнем времени в христианах мы как бы желаем иметь плоды, молимся об этом, стараемся, какие-то нам приходится делать напруги, но иногда этого не получается. Или только потому, что либо мы не имеем Духа Святого, либо мы его когда-то угасили. Дальше апостол Павел говорит о том, чтобы мы не угошали Духа Святого. Наверное, вот, если мы и желаем, и хотим иметь плоды, вот, то, естественно, они не наши. Естественно, мы из себя ничего не выдавим. Мы люди, мы все грешные. И если Дух Святой не произведет в нас что-то доброе и хорошее, ничего не будет. Как часто, когда мы спрашиваем Божью волю в нашей жизни по тому или иному вопросу, и таких вопросов очень много возникает, как часто Господь что-то говорит, а оно не по-нашему, и мы не слушаем его, а хотим, чтобы Дух Святой что-то в нас произвел. Какие плоды? Когда мы его угошаем и не слушаемся. Тогда, знаете, вот есть противовес. Если мы угошаем Духа Святого, нет послушания Духу Святому, тогда волей-неволей у нас потихоньку один за другим появляются вот делоплоти, о которых здесь говорится. Может быть, не такие грубые, но все равно вражда, ссоры, зависть. Можно сказать, что христианство не исчезли? Их нет? Я вам скажу, Священное Писание говорит, что если мы не даем простору Духу Святому, если Он не может производить в нас плоды, как должно и как Он хочет, то волей-неволей у нас прорываются дела плоти. Мы можем называться христианами, мы можем ходить долгое время в собрания, даже участвовать в каком-то служении, нести служение, много дел, может быть, делать, но вот плодов и нет, или мало плодов. А вот Христос говорит, что поступающие по плоти, Царствие Божие не наследует. И мы иногда думаем, ну, я же не всегда поступаю по плоти, бывает и по Духу. А вот где граница того, что сколько мы будем поступать по плоти, а сколько по Духу, где гарантия того, что мы спасены? Кто может сказать, что я вот больше поступал по плоти, то есть больше по Духу поступал, чем по плоти, поэтому я буду иметь спасение? Тут говорится как бы однозначно, что поступающие так, то есть по плоти. Священное Писание нас учит, и мы верой это принимаем, написано, что верующий в Сына Божия имеет жизнь вечную. И мы как-то, прочитав эти слова, говорим, ну, слава Богу, я верю, я крещен, я в церкви, ну, значит, я имею жизнь вечную. В деяниях там святых апостолов, апостол Павел говорит, что верь в Господа Иисуса Христа, спасешься ты и весь дом твой. И мы говорим, мы верим. А какое основание нашей веры? Просто тому, что мы верим и как-то вот так вот успокаиваем себя, а плодов нет. Или мало. Или мы не всегда послушны Духу Святому. Мне это, вот это Священное Писание, я много раз читал, Галатом. И оно, вот это отрасль, оно как-то немножечко по-другому открылось. Говорится о том, что если мы когда-то угосили Духа Святого и вот так вот, ну, живем с угашенным Духом Святым и как-то смирились, что ну, нет у нас большой любви, нет у нас там терпения, ну, ладно, как-то так нормально сжилось и все. Продолжаем мы свою жизнь. А Господь не хочет, чтобы так было. Он много-много примеров с народом израильским и в притчах говорит о том, что неважны, может быть, так дела наши, которые мы делаем, добрые, хорошие, много. Написано, что если мы жизнь свою на алтарь положим, а любви не имеем, это плод Духа, то ничего для этого, нам за это не будет. Медь звенящая, Ким Валзович. Важно в нашей жизни иметь плоды, не угошать Духа Святого. Еще почему важно в нашей жизни давать место и очень большое место и всегда помнить о том, чтобы мы не угошали Духа Святого, потому что мы запечатлены им в День Искупления. Каждого Господь наделил и никого из уверовавших не оставил. Но мы, может быть, вот так вот когда-то угасили или потихонечку непослушанием своим или недоверием своим, потому что иногда наш разум говорит другое и мы больше иногда даем там место своему разуму или своим привычкам, навыкам в жизни и говорим сами себе, да нет, что-то тут не то, говорит внутри меня, вот я-то знаю, как оно должно быть и делаем по-своему. И вот так вот так потихоньку, потихоньку Дух Святой прекращает в нас что-либо говорить, а мы не знаем иногда, как поступать, потому что закрыт голос от нас и поэтому в жизни нашей не производят Дух Святой плодов. И второе, что чему вот такое состояние, оно опасно, от того, что многие из нас как бы знают, что должны трудиться в церкви, да, знают, что каждому Бог в день искупления, в момент крещения наделяет дарами, но вот как-то вот эти вот дары, они сразу трудно их узнать, трудно их выявить. А представьте, когда можем мы выявить в себе самом дары, которыми мы можем служить Господу в церкви, на этой земле, к чему мы призваны, как мы можем исполнить волю Божию здесь на земле, к тому, с чему мы действительно Господь призвал, не то, что мы хотим, мы можем делать много дел, опять-таки, как я уже говорил, что, и как Иван говорит, что можем и жизнь свою отдать, но представьте, а Господь скажет, а я тебе этого не давал, ты, я тебе давал другое, но ты не слышал, мы не исполнили волю Божию на земле. Это тогда, когда мы не исполняемся Духом Святым, это тогда, когда мы заглушаем Дух Святой, нет в нас плодов, вот, а дела наши, которые мы делаем, они не угодны Богу, потому что мы не делаем, делаем не то, что должны были делать. Вот поэтому у нас и каждый член церкви, и который пошел, последовал за Господом, вот, трудно для него выявить свой дар, потому что Господь не произвел в нем терпения, любви, кротости, снисхождения, в нем этого нет, у него еще что-то плотское проявляется. Как может такой человек в большей или в малой степени вот, проявиться в делах для Господа? Как Господь может его использовать? Вот это мысль, которую я хотел поделиться с вами, это когда мы говорим о благодарности Богу. Слава Богу, когда человек может такое сказать, что он дает простор Духу Святому, что Господь в его жизни производит плоды, вот, и он может благодарить, благодарить Бога за то, что он Духом Святым изливает любовь свою в его сердце. Хотелось бы сегодня наряду вот с этими темой и с тем, что мы вспоминали или праздновали о плодах благодарения Господу и также о том, что сегодня действительно нельзя можно сказать последнее время, а можно сказать последние годы, может быть последние месяцы, мы не знаем, но мы знаем, что очень и очень близко, очень близко приход Иисуса Христа за своей церковью. Может быть даже у кого-то из нас очень близок переход к Богу, личный, свой, кто-то оставит здесь жизнь свою на этой земле и перейдет в иной мир. Как мы должны проводить время свое? Написано, что со страхом совершайте спасение свое. Спасение, которое мы начали здесь на земле и которое мы знаем, что мы имеем, но мы еще его до конца в стопроцентности не достигли. Да, мы знаем, Господь спас нас, но окончательно спасение, которое мы будем иметь и жизнь вечную, это еще будет. И мы должны со страхом и трепетом совершать свое спасение. Чтобы никто не обольщался тем, что как бы не беря в контексте все Евангелие и все, что дано Иисусом Христом для спасения, говорит о том, что я же верю в Господа Иисуса Христа, ну, значит, я спасен. И все, на этом останавливается. А дальше, как говорится, изучайте Писание, изучайте все Писание, оно говорит все Писание о спасении, а не только лишь какая-то одна часть. Пусть тот человек не обольщается, что всего лишь на всего верой. Да, верой мы принимаем Христа, верой мы идем по этой жизни в Господа, но не должны мы угощать Духа Святого. Если у кого-то в жизни это случается, и какой выход? Если действительно есть люди, которые хотят, но может быть не понимают, или может быть не открыто, или как-то мало читают Слово Божие, что для них непонятно, как выйти из этого положения, если мы оказались в нем, если мы шли хорошо, если начало наше было хорошее, но вот не слышим мы Духа Святого, вот нет в нас плодов, мы же анализируем свою жизнь, так ведь? Мы анализируем свою жизнь, и мы делаем какой-то анализ, проверяем, что все-таки любви в нас мало, вот терпения тоже мало, а вот проявляются наоборот у нас какие-то раздражения в семье своей, особенно сегодня, когда мир поделился, даже вражда бывает верующих, откуда это проявляется? Кто в нас это наполняет? Дух Святой? Да нет же, пусть Господь поможет каждому из нас, чтобы удалили от себя, и удалить это можно только лишь одним способом, дать место Духу Святому. В Англии есть Иисус Христос когда-то женщине сказал, иди упредь, не греши, когда она покаялась, так Господь ее простил. Вот так же само нам нужно покаяние. И в Откровении также написано, что когда Иисус Христос давал семи церквам наставление, он говорит, вспомни, откуда ты не спал и покайся. Так вот, каждому человеку нужно вот такое покаяние, потому что угошение Духа Святого это тоже грех. Покаяние. И как сказано иди не греши, а тут сказано, можно сказать своими словами, что покаяться и не угошать Духа Святого, которым мы запечатлены в день искупления. Пусть Господь благословит каждого из нас в этом. Аминь. Аминь. Господь, «Старев Dios» а и а а а а а а а а не а а а а а а и а а а и а а а и а а и а Сколько раз, сколько раз, мой Господь, Ты меня поднимал, Сколько раз Ты мне руку свою подавал, Сколько раз изливал, как бальзам, благодать, Сколько раз, сколько раз, не могу сосчитать, Сколько милости в жизни так щедро дарил, Сколько сил и любви в мое сердце вложил, Сколько боли и мук на кресте перенес, Сколько крови Твоей за меня пролилось. Ну а я, сколько я на пути растерял, Сколько раз я не шел от Тебя, убегал, Сколько раз я блуждал по пустыне ума, И сгущалась над мною греховная тьма, Сколько раз я от тягостных мыслей слабел, Сколько раз на колени вставать не хотел, Сколько раз увлекала меня суета, И земные дела заслоняли Христа. Сколько раз я помочь людям страждущим мог, Так как ты помогал мне, мой царь и мой Бог, Но я сердце свое от заботы хранил, Сколько я не прощал и так мало любил, Сколько раз меня враг до земли прижимал, И захлестывал душу громадный тот вал, Что пытался надежду и веру сломить, И меня съединяла с тобою лишь нить. Можно было бы ее, не жалея, прервать, Можно было бы тело с землею сравнять, Но ты ниточку делал канатом тугим, Ты мне силу давал, и я вновь был твоим, Ты незримый свой мир предо мной открывал, И небесным огнем душу вновь зажигал, И сгорали во мне все земные мечты, Я жил только тобой, во мне жил только ты. Мой Господь, сколько раз должен ближним и дальним простить, Сколько раз должен в жизни врагов всех любить, Нет, Господь, я не должен, я желаю, хочу, Я на крыльях молитвы к тебе улечу, Благодарность тебе вознесу, мой Иисус, Только ты достоин хвалы, ты один, Моей души спаситель, ты мой властелин, аминь. Отслышен гул и шум ветров, Прокочут волны и ревут, Ужасен страх учеников на помощь Господа зовут. Пусти не встал, зачем ты спишь, Мы вернем здесь, пуши не вон. Пусти не встал, зачем ты спишь, Мы вернем здесь, пуши не вон. Он встал, взглянул, вокруг и взор Любые власти, весь был пол Затихло все, весь страх исчез В душе покой и мир царит В руках Христа ученики Он их хранит, Он их хранит И твой челнок, как часто он В волнах житейских погибал Молитве Господу взывай Он приведет блаженный храм Пусть злой и шум нас не спрашивает Он слышит все, поможет нам Тогда мы молим от души И нам, Господь, помоги О, помоги, погиб не мы О, помоги, погиб не мы О, и сегодня хочется О наших детских нам помочь От усомненья устрады И вся без страхи звонит прочь И вся без страхи звонит прочь И вся без страхи звонит 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 Книга пророка Исаии, глава 51, второй стих, первые слова прочитаю. Посмотрите на Авраама. Аминь. Лет сорок назад, когда мы собирались у парка Петровска, один молодой брат очень энергично проповедовал, как надо воспитывать детей. Потом подошли к нему несколько старушек и говорят, брат, а сколько у тебя детей? Да я еще не женатый. Такого ты учишь тогда, и какое ты имеешь моральное право говорить тем, у кого уже есть внуки. Я запомнил на всю жизнь этот урок. И поверьте, теперь, находясь и в церквах, или на иванизации, всегда ожидаю встречных вопросов. Если кто-то скажет, а вот так, а почему о Библии так? Когда слышим в последнее время, часто люди говорят, а ты не смотри на человека. Потому что пословица говорит, посмотришь на человека, соблазнись. Посмотришь на Христа, укрепись. И мы говорим, да, да, да и аминь. Хуже того, мы часто слышим о том, как люди говорят в отношении церкви. Да ты не смотри на церкви. Церковь сейчас уже не та, что было. Я думаю, а почему так? И недавно я задался целью самому, так вот, читая Библию, проследить. А как Бог относится к личности человека? Действительно ли Бог тоже говорит, а ты не смотри на человека? Смотри на Христа или вообще только смотри на Бога? И, знаете, обнаружил, что, оказывается, Господь говорит, посмотрите на Врама, посмотрите на Сару. А когда-то, споря с дьяволом Иови, он говорит, а видел ты раба моего Иова? В книге Откровения написаны такие слова «Пойдем, я покажу тебе жену-невесту-анца». Оказывается, как родителям приятно повалить со своими хорошими людьми, Господь часто обращает внимание на отдельные личности. И даже те, которые говорят, а ты не смотри на людей, ты смотри только на Христа. А когда в наших церквах бывает кто-то, у кого прошлое, темное, страшное прошлое было, и говорят, как Бог спас, как Бог искупил, и мы все умиляемся и говорим, вы видите, какого человека Бог пожалел? Получается, с одной стороны мы говорим, посмотри на этого человека, вот в его жизни дела Божьи явились. А с другой стороны мы говорим, а ты не смотри на людей. И задавая себе вопрос, я стал думать, почему же тогда многие-многие говорят сейчас, не смотри на людей и не смотри на церковь. И пришло к мнению, может быть, оно субъективное, что чаще говорят такие слова люди, которые не уважают церковь, у которых духовные проблемы, которые не видят в церкви ценности, которые видит Господь, и поэтому, засознательно, умоляя роль церкви, а ты не смотри на людей. Но вот сейчас Господь говорит нам эти два слова. Посмотрите на Авраама. Коистина, ну а что такое Авраам особенно сделал? И кто это такой? Почему Богу угодно обратить внимание Израиля, теперь церкви всех поколений, чтобы посмотреть на этого человека, на Авраама? Вы знаете, нет, наверное, на земле человека, рожденной женщины, которого бы уважали люди трех религий. Авраама посчитают евреи, иудеи, Авраама посчитают мусульмане, Авраама посчитают христиане. Апостол Павел, когда писал послание к евреям, то он назвал Авраама героем веры. Когда писал послание Галата, он назвал Авраама отцом верующим. А в исламе говорят, «Эль-Халиль, друг Божий Авраам, посмотрите на Авраама». Когда-то давно я с отцом своим был в Одессе, недалеко от железнодорожного вокзала сидим, смотрим на лавочке двое женщин. А лица явно, хотя не говорят Шибалет или Сибалет, но отражают еврейскую внешность. И я отцу говорю, отец, это еврейки, он говорит, а ты откуда знаешь? А давай сейчас подойдем, узнаем. Подошел, извините, вы не знаете Авраама? Они так настороженно отодвинулись, говорят, а вы знаете? Я говорю, да, знаем. Откуда вы его знаете? А мы люди верующие, мы христиане, Библию читаем. А в Библии написано об Аврааме. Да, в Библии написано об Аврааме. Ну, покажите. Разговорились мы с ними. Они были так рады, что христиане, оказывается, посчитают Авраама, пообещали прийти в молитвенный дом в тот же день на собрание. Недавно я читал об одной женщине, которая имела определенное понятие о христианстве. Время было трудное, военное, время было сталинское, когда нельзя было говорить открыто о вере. И вот однажды попал один раненый молодой человек. Он отличался от всех остальных. И она смотрела на него и думала, почему он не такой, как все? И вот однажды, уже когда он должен был выписывать, он подошел и говорит, сестра, скажите, а вы не знаете семя Авраама? Я возмутилась, какое семя? Я это не учила. Прошло время и узнала, и поняла, о чем он намекал. Он же ей хотел сказать о вере. Он хотел ей сказать о Боге. Она как разыгралась. Она сказала, я не знаю. Церковь Иисуса Христа. Знаете ли вы Авраама? Я знаю, что многие скажут. Конечно же, знаю. Но чем он знаменит? Почему он вошел на странице Библии? Почему Богу было угодно показать на него рукой и обращать наше внимание? Есть такое место в притчах. Если Господу угодны пути человека, он и врагов его примиряет с ним. И несмотря на то, что у каждого человека бывают враги и у Павла, и у Христа, но вот Господь со временем примиряет их. Я думаю, пути Авраама были угодны Господу. За время своего жизненного странствования Господь подарил ему много скота, слуги, популярность и известность среди соплеменников и разных людей. Которое, все было. И вот однажды, когда он был в Египте, он попросил жителей той местности, вы не продадите мне немножко земли, где бы я мог остановиться. Они говорят, нет, мы не продадим тебе, мы даром тебе дадим эту землю. Ты такой почитаемый человек, ты же как князь Божий все равно. Как они узнали, наверное, облик Авраама носил эту пищу от святости. Потом ему надо было похоронить цару. И он обращается к жителям своей местности, говорит, я вам заплачу, а вы дайте мне участок земли, где я похороню возлюбленную мою. И они также говорят, нет, мы не можем продать тебе эту землю, даром возьми ее. Ты такой уважаемый человек. Итак, Господь подарил Аврааму долголетие. Господь дал ему богатство. Господь дал ему славу, популярность, уважение. Но не было у Авраама одного. Когда я был у моего пророка Даниила, там растет самоковница. Это небольшое дерево, может быть, разной высоты бывает. Там дерево метр три-четыре высотой. И на этом дереве много-много разных веревочек. И под деревом свежие следы крови. Оказывается, мусульманские женщины верят, что если в семье нет ребенка, то значит, Аллах от корня Эль, Элохим, еврейское слово, имя Бога, значит, Аллах недоволен. И он затащил шрево матери и не дает детей. И тогда они приходят к могиле пророка и дают обед Богу. Если Бог даст им ребенка, тогда они для Бога сделают то или иное. И если ребенок рождается, приходят туда, на это место, где они молились Богу, вешают веревочку на это дерево и приносят жертву или петуха, или какое-то мелкое животное. Я видел молодую пару, которая молилась там у этого дерева, просила у Бога дитя. Ну вот, у Авраама было все, но не было дитя. А знаете ли, что в то время бездетия считалось больше, чем позором? Это считалось признаком проклятия, наказания. И учитывая уважение к Аврааму, никто прямо в глаза не мог ему сказать, Авраам, может быть, у тебя что-то тайное, может быть, что-то у тебя с Богом неладное, а ну скажи. Наверное, никто прямо не дерзнул это сказать. Но я уверен, когда проходил Авраам, люди поворачивались и смотрели, и недоумевали. Такой хороший человек, прекрасный человек, таких даже и мы больше не знаем, а у дитя нет. Почему? Что случилось? И вы думаете, Авраам это не понимал? Он был мудрым человеком. И он много просил Господа о наследнике, о ребенке. Авраам, не спори. Господь сказал, Авраам, повинуйся. Какое удивительное смирение Авраама. Мы сейчас состаруемся с Богом, мы говорим, Господи, если ты мне это, я так. Если ты так поступишь, я это. Авраам не спорил. Он говорил, Господи, если так. Господь сказал, Авраам безоговорочно повинуйся. Пройдет время, придет на землю Иисус Христос, наш Спаситель, который сказал простые слова. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас, ибо я кроток, и помните что? И смирен сердцем». Какое потрясающее смирение Авраама. Какое удивительное доверие Авраама. Господь сказал, и Авраам доверяет Господу. Значит, такова его воля. Какое удивительное послушание Авраама. Мы часто пытаемся как-то отсрочить что-то. И говорим, я наберу силами. Может быть, Господь переменит свои планы. Авраам не отсрочивал. Какое потрясающее послушание Авраама. И когда мы размышляем об этом, невольно возникает вопрос. Откуда это Авраама? И апостол Павел дает ответ. Послание к римлянам. И говорит, поверил Авраам Богу. Вот причина удивительного смирения, послушания, доверия Авраама. Поверил Авраам Богу. Кто-то скажет, ну так ему хорошо. Он был особенным человеком, а я не такой, как Авраам. У меня нет той веры. У меня совсем нет того, чего Авраама. А знаете вы, братья и сестры, что родители Авраама были язычники. В книге Иисуса Навинга, когда он, прощаясь незадолго до смерти с людьми, с народом, говорил, «Изберите, кому служить, богам ли, которым служили отцы ваши, будучи за рекою, и фара, отец Авраама». Иисус Навин конкретно подчеркнул, что родители Авраама были язычники. Как получилось, что в жизни и в сердце Авраама пришла вера, мы не знаем. Люди часто говорят, «Да я вот побыл на собрании, и меня так коснулось, что я поверил». Но знаете, это собрание посещает люди годами. Иногда десятки лет, и Господь не касается, и не уходят их равнодушны. Другие говорят, «Я послушал такую запись, и она так коснулась моего сердца». Но эту запись слушают тысячи, может быть, миллионы, и не касается их сердца. Третье говорят, «А вот я встретился с такими людьми, но эти люди, соседи, живут рядышком, и не касается их». Но вот почему-то в сердце определенного человека появляется вера. И вы знаете, это тайна. Мы об этом редко размышляем, что появление веры в душе человека – это великая тайна. И апостол Петр писал, «Ибо мы приняли равнодрагоценную веру». Оказывается, вера приходит от Бога, и Господь дает ее. Послание к Риммам сказано, «Ибо вера – отслышание, отслышание от Слова Божия». И многие люди, я уже предполагаю, что здесь тоже сидящие и думают, «Так а что, я вот буду считать Библию, и таким образом стану сильным верующим?» Получится ли? Не всегда. Неделю назад подошли ко мне две женщины и говорят, «А вы не можете нам подарить Библию?» Я говорю, «Могу, не хочу». Они говорят, «Как так?» Я говорю, «А я вам подарю Евангелие. Прочитайте сначала Евангелие». Они говорят, «Нет, у нас есть Евангелие. Мы хотим Библию, чтобы вы нам подарили». Я говорю, «Прочитайте Евангелие». Мы уже прочитали. Я говорю, «А я наблюдал за ними на собрании и видел, что их не интересует ни Библия, ни Бога. Мы в церковь попали, знаете, сейчас помогает и беженцам, и все, а тут и Библию можно получить. Вы прочитайте еще раз Евангелие. А потом мы встретимся». Читается Евангелие. Читается Слово Божие. Но многие сердца остаются незатронутыми. Потому что вера, она приходит от Бога. И это та вера, о которой сказано в Библии, а без веры угодить Богу невозможно. Это та вера, которая открывает доступ к Богу, открывает доступ к небесам. Когда вы придете домой, и каждый из вас откроет свою дверь. Ну, представьте себе, если бы вы потеряли ключ. Что бы вы тогда делали дома? Наверное, мы иногда теряли ключ. Однажды ученики Иисуса Христа пришли, довольные такие вот, рассказывают о чудесах, какие они творили, о делах их великих. Господь говорит, вы не тому радуете. Проходит время, и мы бы сказали, вот если бы такие были сильные люди, как многие говорят, помазанные в наше время. И вдруг эти люди, эти апостолы, которые больных исцеляли, которые даже могли и воскрешать мертвых, они осознали, что чего-то у них не хватает очень важного. И подошли к Иисусу Христу и со смирением просят, Господи, умножь в нас веру. Как? Вот у вас то вера какая? Они поняли, что одно дело говорить, петь, проповедовать, а другое дело иметь практическую живую веру. Как Господь говорит нам, посмотрите на веру Авраама, посмотрите на Авраама. А еще Иисус Христос предупреждал, говоря, «Сын человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» Знаете, нельзя найти то, чего не ищешь. И Господь с грустью замечал, придет такое время, когда вера будет утеряна, когда многие люди будут говорить о многом, будут бить себя в грудь, чудеса творить, а вера будет потеряна. И говорит, «Сын человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» Не дрогнет ли все ни наше сердце от мысли, что вот невидимо, сейчас Иисус Христос смотрит каждый ряд, на каждого брата, на каждого сестру, на каждого человека, и ищут веру. Кто-то скажет, «Господи, да я столько лет уже как крещение принял, да я уже давно верующий!» Все это на своем месте. Ну, посмотрите на Авраама. Можем ли мы сказать, что и мы имеем такую же веру, и мы имеем эту веру? Наше собрание подходит к концу, и мы понимаем, что мы нуждаемся в мире, мы понимаем, мы нуждаемся в силе, мы понимаем, что мы нуждаемся во многом, во многом, во многом. Но ключ к силе, ключ ко всему, ключ в Царство Небесное – это вера. И написано в Евангелии, что, а некоторые потерпели кораблекрушение в вере. Может быть, и среди нас есть кто-то, кто уже потерял эту веру, думает, почему Бог до сих пор не отвечает, почему в жизни то или иное, если есть среди нас такие верующие, тогда стоит задаться вопросом, а что дальше делать? Может быть, возвратиться и найти, и искать, где же потеряли эту веру, или идти куда как придется, а там, как всем, так и мне. Может быть, кто-то еще никогда не думал об этом. Знаете, я уже говорил, что возникновение веры в душе человека – это является тайной. И вы свидетели много раз, когда, кажется, собрание было иногда, как говорят, минорным, иногда мажорным, иногда вроде бы дремота кого-то одолевала, и вдруг Господь проявлял что-то удивительное и потрясающее. Господу так было угодно. И я думаю, что сегодня, если мы в чем-то нуждаемся, то не в силе, чтобы творить чудеса, не в талантах каких-то особых, а именно в этой вере, которая ищет Иисус Христос, ищет, как самое ценное. Он не ищет красноречия, он не ищет таланты, он не ищет многие-многие виды служения, но он ходит по земле, в каждой стране мира, посещая каждое собрание, и ищет веру в людях. Какова наша вера? Раньше пели Псалом, но вы и сейчас поете. Господь с высоты, наше сердце проверь, поведай, какая в нас вера теперь. О вере с плодами, о вере живой, тебя умоляю, Создатель благой. Страшно прожить жизнь, может быть, погибнуть под обстрелом или от инфаркта, и подойти к вратам вечности и узнать, что, а ключ потерян. А веры нет, а без веры угодить Господу невозможно. Это все, что хотел сказать, братья и сестры. Господь сегодня говорит, посмотрите на Авраама. Вот эта вера, простая, действующая делами. И мы, имеющие эту веру, будем благодарить Господа за этот драгоценный дар, который дороже гуманитарной помощи, который дороже денег, дороже здоровья, дороже дипломы, за драгоценный дар веры. А если среди нас, может, кто-то утерял веру, еще не поздно. Сегодня мы можем идти к Иисусу молитвы и в смирение, как апостолы, склонившись спросить, Господи, умножь в нас веру. Мне страшно. Я боюсь, чтобы оказаться вне дверей спасения. Я боюсь, чтобы оказаться не готовым. Да я из себя знаю, какова моя вера. Итак, выход есть. И выход в том, о ком сегодня проповедовал. Первый брат. Выход в Иисусе Христе. Он дает веру. И лично он знает, как, через кого, в каком месте. И сегодня на этом месте мы имеем прекрасную возможность именно просить у Господа эту веру. Драгоценный дар веры. Может быть, кто-нибудь сейчас только почувствовал, что его сердце тревожное, что начало зарождаться, как семя по весне, вот эта вера. Так это прекрасно. И так бы хотелось, чтобы это семя не было угасано, чтобы оно не потеряно. Если кто-то может чувствовать, что Господь, все не касается ваше сердце, Господь дает веру, а вера открывает небеса, тогда откройте сердце еще шире для Христа. И да благословит нас Господь, чтобы нам называться и быть детьми Божьими, чтобы нам называться и быть верующими людьми. Аминь. Помолимся. И да благословит нас Господь, и не детьми! Божьим знаком с Божьим. И не навчим Dios, Субтитры создавал DimaTorzok 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 Слово двоим человеком. Пожалуйста. Тоня Владимировна, принимаем. Церковь, дом Евангелия, Сумы, принимаем. Одного Азовска. Из Чермолыка, принимаем. Московское Благовещение, принимаем. Принимаем. Церковь Благодать, Мариуполь, принимаем. Церковь Сартанэ. Из Владимировки привет. И так же на этой неделе мы благодарно Господу перекрыли крышу. Да, слава Богу. Пожалуйста, фотографию включите. Владимировки. Нету, да? Ну, фотографии нет, но крышу перекрыли. Я видел фотографию, хорошо сделали, шифером накрыли. Была черепица такая многотонная, многовековая, но она потекла почему-то. Пожалуйста, еще приветствия. С Киевской области, с Киева и Ерпеня, принимаем. Пожалуйста, еще. С колонии поселения, принимаем. Мариуполь. Еще. Мы принимаем все эти приветствия, сердечно благодарим и от нашей церкви просим передавать сердечный привет. Сейчас я предоставляю слово Саше. Пожалуйста. Дорогие братья и сестры, постараюсь быть краток. Так, знаете, мы здесь больше двух с половиной месяцев, и мы хотим вас поблагодарить за очень теплый прием, который вы нам оказали. И, знаете, мы вышли сюда не то, что вот, может быть, кто-то подумал, вот они там будут возвращаться, и они, наверное, хотят попрощаться. Знаете, вот мы будем возвращаться, планируем возвращаться на следующей неделе, ближе к субботе, может быть, в пятницу, субботу. И мы ни в коем случае вышли сюда не попрощаться, а поблагодарить. Потому что мы еще, может быть, с кем-то лично еще увидимся, хочется быть еще во вторник на служении. Но сейчас вечером максимальное количество людей. И, знаете, когда мы приехали два с половиной месяца назад, вот эту особенность я хочу просто подчеркнуть. Вот, вы знаете, мы приехали сюда в гости к родным, к родственникам, к родственникам. Их у нас здесь, в Мариуполе, меньше, чем у меня пальцев на руке, меньше, чем 10 человек вместе с детьми. Но, вы знаете, сегодня вот на протяжении этого времени мы ни одного дня не чувствовали себя здесь в гостях. Мы ни одного дня здесь не чувствовали себя... Мы приехали как в родную церковь. И у нас здесь появилось очень много родных. И, знаете, еще такой момент, когда вот мы вот в интернете дома, в Донецке, вот в Ютубе, да, у вас есть брат, благословенный брат, который вот выкладывает это в интернет. Может быть, кто-то говорит, что это там не нужно. Ну, а знаете, нужно. И вот когда мы иногда вот видели ролики, ну, в основном хор, да, мы видели, о, вон дядя Женя, вон тетя Надя, там, вон там Ира, там, или Сергей. Вот только их. Сейчас, знаете, когда мы смотрим ролик, или когда мы видим церковь, я вижу очень много лиц, которых я, может быть, не знаю по имени всех, может быть, не запомнил. Но вот идя по дороге, когда машина сигналит, я знаю, вот тот брат, у нас Рафаэль сегодня идет, о, вон пастор поехал, желтая машина Рено проезжает, а вон музыкальный пастор поехал. Понимаете, даже дети уже вот, вы знаете, вы нам стали очень родные. И еще раз скажу, что мы здесь не почувствовали себя ни одного дня в гостях. И слава Богу, и очень сердечная благодарность. И я попрошу Василия Ивановича, когда будет общая молитва, вы благословите нас, пожалуйста, словом своим, благословите молитвой нас, Господь, чтобы Бог благословил наше возвращение, наше пребывание дома. Потому что мы возвращаемся туда никогда, уже там спокойно. Кто-то сегодня спрашивал, у Вас там уже, наверное, тихо. Знаете, не тихо, особенно в том районе, где мы живем, где наша церковь, там не тихо. Там все равно продолжается, ну, у нас там просто пожилые матеря, которые за нами так, как Рафаэль говорит, заскучились. И они нас очень-очень ждут, и нужно возвращаться. Но мы, я еще раз, и мы всей своей семьей сердечно благодарим Вас за огромные благословения, как в духовном, так и в материальном плане. Слава Богу! Слава Богу! Ну, мы подружились уже, да? Полюбили их. Слава Господу, за что Вы к нам примежали. Будет трудно, приходите снова. Мы будем очень рады. Следующее слово, это Диме, пожалуйста. Ну, это, наверное, не мне, а от всех нас. Мы благодарны за то, что прошло время, когда Господь призвал вчера нашу маму, забрал ее в добрую вечность туда. Сегодня были похраны. Мы благодарны всем, кто поучаствовал, кто принимал участие в каком-либо труду. Мы каждому благодарны. И пускай Господь вам воздаст, да благословит нас всех, чтобы мы стремились в вечность. До встречи все вместе. Аминь. Я предлагаю сейчас помолиться. Дима, не уходи. Саша, поднимись. Мы помолимся, друзья, и дадим нашим братьям, чтобы они совершили также молитвы. Поблагодарим Господа за все. За жизнь нашу, за мир, который мы имеем, за слово благодати, за веру, за то, что мы родные и близкие в Господе Иисусе Христе. За то, что и жизнь наша, и наш переход – это все от Господа. Слава Ему за это. Аминь. Господь наш и Бог наш, Отец Небесный, слава Тебе, Господь, за Твои милости, которые невозможно сосчитать. Слава Тебе, Господь, за наше пребывание здесь, в этом городе. Слава Тебе, Господь, за то, что Ты хранишь его до сего дня, и Ты храни по милости Твоей. Благослови эту церковь, благослови всех братьев и сестер, от мала до велика, благослови многодетные семьи, Господь. Слава Тебе за этих братьев и сестер, которые были участвованы к нам, были очень внимательны и подарили нам огромный плод любви. Благослови сию церковь, благослови наше возвращение, наши Господни, все в Твоих святых руках. Слава Тебе за все, великому Господу Богу, Отцу, Сыну, Святому Духу. Аминь. Отец наш, Господь наш, я благодарю Тебя, что в нашей маме мы видели твердую веру, с которой она ушла в добрую вечность. Ушла тихо и спокойно, ушла, Господи, туда, где все святые, где Ты. Я прошу Тебя, чтобы Ты укрепил каждого из нас, всех нас, чтобы мы с твердой верой, уповая на Тебя, и шли в добрую вечность к Тебе. Аминь. Аминь. Мы благодарны Тебе за то, что Ты проводишь нас через жизнь нашу, ведешь нас к вечности. Благодарим за то, что на этом пути у нас многое происходит, но все верим, что по воле Твоей святой, ибо она совершенная. Благодарим Тебя за Сашу, за Аню, за их детей, то, что они это время были с нами, и они подарили нам добрый пример. И мы могли, Господь, вместе радоваться, вместе прославлять имя Твое Святое. Мы очень рады, что им было хорошо среди нас, и просим милости Твоей, чтобы Ты благословил их возвращение домой. Молим Тебя, чтобы Ты сохранил их, благословил детей, благословил их матерей, чтобы они были в безопасности под Твоим сильным крылом. Боже, благослови их и дай милость Твою. Благодарим Тебя, Господи, за нашу сестру Нину Петровну, за нашу сестру, которая оставила добрый след в жизни своих детей, в жизни членов церкви, как многие вспоминают ее добрым словом, добрым воспоминанием, как она много молилась, как она много и наставляла, и показывала добрый пример для своих детей, могла их верою привести к Тебе и в мире, совершив все необходимое, уйти в вечность. Я прошу Тебя за детей, чтобы Ты благословил их Твоей Божьей милостью, сохранил их в руке своей, чтобы, пройдя жизненный путь, они остались верными Тебе, чтобы в дальнейшем вошли в вечность, чтобы у ног Твоих встретиться со своей мамой. Просим милости Твоей, чтобы Ты благословил каждого из нас. Твоя сильная и спасающая рука вела нас по этой жизни, дабы достичь нас, нам достичь вечности. И пусть благодать Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца и общение Святого Духа всегда пребудут с нами. Аминь.